Парень был из тех, кто просто любит приключения на свою пятую точку. Всем здравствуйте! Мы продолжаем с вами играть в полный газ. Именно так переводится название Full Throttle. Ну, мы буквально и фигурально в дерьме. В общем, видите вот эту вот разлившуюся лужу? Это удобрения, те самые, в которых мы до этого ехали, между прочим. Что нам надо с ними сделать, раз уж мы стоим здесь и можем на них посмотреть? Я не знаю. Взять немного с собой или как-то почистить дорогу, чтобы можно было проехать дальше? На всякий случай напомню события прошлой серии. Мы узнали, что Морин это дочь почившего, как его, господи, Малкольма Корлия, владельца компании Корли Моторс. И она по каким-то причинам, хоть она нас и спасла, но теперь от нас скрывается. Либо у нее какие-то свои интересы в этом деле, либо она подозревает, что Бен, правда, заодно с теми ребятами, которые, ну, убили ее отца. При всем при этом мы узнали, что с отцом-то она не жила, а жила она на Норковом ранчо, на котором мы только что побывали, и откуда она смоталась успешно. По всей видимости, и муравей, который нас туда подвозил, тоже непросто, потому что он попытался нас сбить, когда мы ехали за Морин, но не тут-то было, сбили его самого. Там еще и мост взорвался, короче, полная-полная жопа. И, кстати, фараоны, я так поняла, это были фараоны, которые за нами ехали на мотоциклах. Они как раз были замотанные, я еще сказала, что это мумия, как будто они были замотаны в туалетную бумагу, но, возможно, это фараоны и были. Они просто выглядят как-то, ну, если это полицейские, то выглядят они как-то необычно для полицейских. Вот, в общем, нам сейчас нужно что? Нам нужно оправдать свое доброе имя, потому что нашу банду арестовали, а Бена все еще нет. Ну и отомстить, собственно, как в лучших фильмах, как в лучших сюжетах на подобную тему. Тут еще ветер такой дует, я в прошлый раз прям испугалась, думала, что это кто-то едет сюда, но, видимо, нет. Я надеюсь, пробовать эту гадость ты не будешь, но с учетом того, что ему пришлось взять в рот немного бензина, чтобы потом слить его в канистру, я уже ничему не удивлюсь. Не хочу болтать впустую. Слава богу, в тебя осталось капли здравомыслия. Может, возьму немного. Вот зачем? Зачем? Типа, взял, положил в карман, а куда оно тебе потом? У нас, кстати, монтировка осталась. Монтировка и удобрения. И вроде бы, как я поняла... Док берестеля. И вроде бы, как я поняла, не складываются все-таки вещи в инвентаре. Может, мы просто еще не дошли до такого уровня, где это потребуется, но пока это и не требовалось, собственно. Значит, взяли мы... Я не фермер. Я думала, пнуть захочешь. А здесь чего? Полуприцеп. Может, как-то... Ну, хотя, смотрите, как он стоит. Залазить туда опасно. Наверное, Бена не сможет. Взглянуть на него только. Похоже, что муравей бросил здесь груз. Ну, может, там есть что-нибудь? Не хочу болтать впустую. Я на всякий случай. Крепко прикручено. Прикручено. Ты что-то куда-то прям далеко ушел, смотри. Ты где вообще? Взял, ушел. Нет, я думала... Не двигается. А, он с той стороны как-то все-таки пытается, наверное, его сдвинуть обратно на дорогу. Не двигается. Но не выходит. Не двигается. Пнуть его, понятное дело, тоже. А, здесь есть отдельно колесо, смотрите. И отдельно полуприцеп. Полуприцеп. Я на всякий случай пройдусь по всем этим активным зонам, потому что я невнимательная. Я могу где-то и ошибиться. Бен, ты вообще где? Иди сюда. Я пешком не хожу. Да ты издеваешься. Выйди, выйди, выйди. Ля, он просто далеко ушел. Я уже испугалась, что он там сейчас застрянет где-нибудь в текстурах. Это будет жесть. У меня пока что хорошее настроение, но мне кажется, эта игра скоро мне его подпортит. То есть мы остановились здесь чисто за тем, чтобы взять удобрение, а теперь, наверное, обратно поедем. Кстати, что ты скажешь о своей тачке? У тебя есть... у нее, точнее, есть название какое-нибудь? Это Харлей или что это? Там очень много выхлопных трупов, смотрится это, конечно, внушительно. Тачка выглядит классно. Ну, еще бы. Особенно после ремонта, да? Так, ну тогда поехали, как я понимаю, нам надо туда, но где-то там же мост был. И до моста мы не доедем. В худшем случае свалимся в корпус. Боже, серьезно? Подожди, 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 у меня игра залагала. Нет! Я сейчас нажму куда-нибудь не туда, и все, и будет трындец. Или мне надо было действительно нажимать там, где это требовалось? Мы поехали по Хайвей 9, да? А вои доехали до моста. Ну ладно, будем считать, что это я все-таки справилась с задачей. А может быть и нет. Вот тебе и мост. Что ты с ним будешь делать? Надо будет искать обходной путь какой-то. Я же подозреваю, Бен все-таки не настолько супергерой, что будет целый мост чинить. А, видимо, можно просто пешком пройти, раз есть красная стрелочка. Сдается мне, что моста нету. Да ты что, правда, что ли? Нет, это обман зрения. Вот же он на самом деле. Вот, ты что, не видишь? Забавные, конечно, фразы. Может, можно оттуда какую-нибудь дощечку взять. А я не знаю, а вдруг ему надо? Хм, нет. Точно нет? Нет. И это точно нет. Уже даже более уверенно. А крикнуть куда-нибудь в бездну? Не хочу болтать в пустую. Ладно, мы и не будем. Тогда пошли... Где тут стрелочка-то была? Вот сюда? А? Не пешком. Ладно, тогда вернись. Возвращайся к своей тачке. Мы поедем туда. Блин, я думала, если красная стрелочка на карте есть, значит, и пешком дойти можно. На самом деле, блин, вот оцените всю абсурдность ситуации. Он попал в жуткую аварию на дороге. Его потом... Ну, Миранда просто давала клада Морин. Морин вроде как ему там что-то замотало. Может, какие-то пару пластырей приделала. И тут же сказала, давай, иди, ищи вилку, доставай горючее, доставай, что он там, эту газовую горелку, что он там еще, вот эти вот три предмета, значит. Ее не волновало, что Бену придется лазить по лестницам, прятаться от... Ну, кто там был, охрана, полицейские. Что мне придется перебираться через забор и убегать от собаки на этой ебучей свалке, простите за такое слово. Ну, блин, не могу вообще добрым словом ее вспомнить. Тоже странная такая женщина. Я понимаю, что это квест, но все же. Сдается мне, что моста нету. Так вон же дорога есть, но... Сдается мне, что моста нету. Ну, блин, ты серьезно? Ой, кстати, вывеска, слушайте, я и пропустила. Может, надо было сначала посмотреть. А, это вот так работает. Профессор Мотылек. Шметерлинг. Это Мотылек и Бабочка по-немецки. Это слово очень любят пихать во всякие юмористические ролики. Типа, там, на английском Бабочка. Butterfly. На французском, как там, папион, да, по-моему, Мотылек. Там на итальянском, на испанском еще как-то я уже... А, на испанском, по-моему, Марипоса. И тут немецкий. Шметерлинг. Ну, так если с такой интонацией произносить, естественно, получится грубо и страшно. Я люблю немецкий. Произнести можно достаточно нежно. Ну, блин, подожди, летательный аппарат? Я не могу понять, в каком году и в каком вообще веке здесь действие происходит. Как-то некоторые персонажи, некоторые предметы кажутся мне как будто бы немного футуристичными. Одна из жертв этой пропасти. А можно как-то поподробнее, нет? Одна из жертв этой пропасти. А, вот, наверное, теперь надо сюда посмотреть. Проклятый прыжок через пропасть Рики Майорона. Это был какой-то, опять же, байкер, который, видимо, хотел через эту пропасть разогнаться и пролететь, но, видимо, не долетел. А это последнее фото профессора Шметерлинга. Да, профессор Шметерлинг запечатлил, господи, птичку же, наверное, это птица? Или не знаю, что еще. Предупреждение. Прыгать через пропасть, хотя и соблазнительно, но является нарушением закона и очень опасно. Мы рекомендуем для переправы через пропасть недавно построенный мост. Доброго пути. Хрен нам, а не недавно построенный мост. Канатоходцы, дельтапланеристы, люди-снаряды. Многие пытались перебраться через могучую пропасть. И многие потерпели неудачу. Кроме Рики Майорона, летающего факела, который перепрыгнул через пропасть на мотоцикле фирмы Корли Моторс. Позже было обнаружено, что он усовершенствовал свой Корли с помощью управляемого авиационного твердотопливного ускорителя и автоматического подъемника. Майорон заявил, что он с удовольствием повторил бы прыжок, чтобы очистить свое имя от наветов. Но его специальный трап-трамплин был украден таинственной бандой рокеров-похитителей и грузовиков. Хм. Реактивный ускоритель и подъемник, да? Да. Спасибо за совет, Рик. Однако ты прав. Мне понадобится этот трап. Ну, вы поняли, в общем. Я просто вспомнила, что Морин ведь говорила нам как раз про какой-то ускоритель, что она нам его прикрутила. Но мне нужна еще какая-то деталь для того, чтобы перемахнуть на другую сторону пропасти. Слушай, ты... Вот все байкеры такие самоубийцы. Вот честное слово. Вот эта стрелочка, значит, ведет исключительно вот на мост. На мост. Не пешком. Ну, понятно, что не пешком. Давай тогда садись на свой мотоцикл. И что нам, получается, это будет делать? Нам надо будет поехать обратно. Но, смотри, стрелка показывает направо. Я и хочу поехать обратно. Что было у него и чего нет у меня? Кроме ускорителя, подъемника и этого дурацкого трамплина с нарисованными огнями. Нет, подожди. Зачем ты слез? Нам, получается, надо просто сейчас будет поехать обратно, так? Ну, потому что здесь все эти штуки посреди дороги мы вряд ли ведь найдем, да? А, кстати, тут можно было еще на пропасть посмотреть. Ну, давайте, раз уж такое дело. Я просто не хочу теперь ничего упускать. Все-таки надо быть... Да почему ты туда идешь? Что было у него и чего нет у меня? Кроме ускорителя, подъемника и этого дурацкого трамплина с нарисованными огнями. И трамплин с нарисованными огнями. Короче, снова три вещи тебе надо раздобыть. Нет, ну вроде ускоритель же она тебе уже прикрутила. Не надо. Так, ну поехали, получается, обратно. Что-то как-то вообще Бену не везет. Только куда-нибудь отъедет, так возвращается. Отъедет, возвращается. Так. Ёлы-палы. Так, получается, мне действительно надо следить за дорогой. А как нажимать-то? Подожди, мне стрелочка нужна или что? Сейчас игра уже не подтормаживала, но... Я им управляю вообще? Я как-то мышкой управляю или как? Или нет? Или что? Это выход. Это опять же выход на хайвейдель. Я просто не пойму, я мышкой управляю или нет. Я не вовремя... Понятно, я не вовремя нажимаю. Поэтому не могу доехать туда, куда мне надо. Вот о таком элементе я как-то осведомлена не была. И это мы вернулись, получается, с того же места, на котором мы начали. Мы можем обратно поехать? Или в этом нет смысла? Он как-то... Я не пойму, он как-то сам откатывается на дорогу. Я вообще управляю этим, не управляю. Управляю. Если честно, я не пойму. А, зачем я нажала? Это ж мы опять туда собрались. То есть, чтобы куда-то съехать, мне надо просто нажать на левую клавишу. Но надо успеть. Надо успеть это поймать. Хорошо, давайте попытаемся. По-моему, я действительно двигаюсь, когда двигаю мышкой. Сейчас должен появиться какой-то указатель. Майн Роуд. Вот. Это то есть главное шоссе. Во, сюда мы еще не выезжали с вами. Такие облака красивые. А теперь... Ага, теперь все так же выведем. Ой. Это я виновата или... Нет, наверное, это... Что, это я виновата? Подожди, и нас опять туда же ведут. Все на это место. Может, зря я туда еду вообще? Подождите секундочку. Я в настройки зайду. О, смотрите, а тут кто-то новый появился. Ты кто? Сейчас будет дракон. Папаша Торг. Или нет? Кто это? Я тебя не видел с тех пор, как ты отвалил от харьков. Эй, Бэн! Бывший друган. Как моя банда? Твоя банда. Это длинная история. Ой, ну слава богу, мне сейчас хоть не надо думать об управлении. Давайте просто поговорим. Так. Папаша Торг, мне нужна твоя помощь. Блин, как этот дед брутально выглядит. Прям истинный байкер. Папаша Торг, мне нужна твоя помощь. Банда в тюряге, а закон... Бэн, я больше не главарь, харьков. Так а что ж тебя заставило уйти? Так ли, ты не заметил, что я на вечных каникулах? Я так думала, Бэн главарь все-таки. Ну, получается, до него был вот этот папаша. А может, Бэн все-таки... Нет, по-моему, Бэн главарь. Что ты здесь делаешь? Да, мне осточертело безделье, Бэн. Я думаю прокатиться в Старый каньон и поискать на свою голову приключений. О, ну поехали вместе. Ищешь где помахаться? Старый каньон для этого в самый раз. Ищешь где помахаться? О, нет. Драка на байках. А не знаешь ли ты дороги вокруг ущелья? Ты не знаешь дороги вокруг ущелья? Кругом? Это очень далеко, Бэн. В чем дело? Не любишь мосты? Да там нет моста. Он взорван. Кто-то сжег его. Извини, я не знал. Вообще, ты мог бы перепрыгнуть его, как Рикки Майрон. Спасибо, я уже в курсе. У банды крыс в Малине есть трап. А, нет. Это были не фараоны. Это все-таки была банда именно крыс. Потому что я уже начинаю путаться в этих звериных названиях. Кто есть кто? Где малина банды крыс? Малина? Точно малина. Где малина банды крыс? Где-то на этой дороге. Входа совсем не видно, если не воспользоваться этими странными крысиными очками. Господи, то есть мне еще надо, получается, найти логово этих крыс. Еще нужны какие-то очки, чтобы его увидеть вообще. Предлагаешь помахаться, Торг? А, Бен, кто может быть круче тебя? Наверное, кто-то может. Никто, но эти... Подожди, Ротвиллеры или Ритвиллеры, что там написано? Не промах. Грифы шустрые, но они мелочевка. Что же делать с этими ребятами из банды крыс? Ты прав. Круче меня нет. Господи, дайте мне такую же адекватную самооценку. Ну, давай... Не знаю, про грифов скажем. Или все-таки последний вариант. Ты прав. Круче меня нет. Так-то, парень. Ну, вот так. Но, подожди, все равно надо будет как-то помахаться, нет? Или это просто... Предлагаешь помахаться, Торг? А, Бен, кто может быть круче тебя? Для поддержания диалога все понятно. Ты прав. Круче меня нет. Так-то, парень. Ну что, тогда мы будем прощаться. Во всяком случае, он дал мне небольшую наводку, которой надо воспользоваться. Ладно, не бери в голову, папаша. Давай жару, хорек. У меня очень смешит все-таки название. Хорьки. Так, а давай мы просто дальше... Надо дальше поехать. Тут кто-то еще, смотрите. О, а это, по-моему, девушка из заставки. Тебе нравятся фонари? Она с бензопилой? А как насчет этого? А, так она враг. Блин, сейчас будет файт. Ой-ой-ой. Всего лишь... Господи, всего лишь один... Как это сказать-то? Всего-то навсего она меня задела, и все. И кранты. Ну, так, ну мы едем дальше. А дальше есть кто-то... Кто-то еще. Ты кто? Друг? Враг? Тоже враг. Блин, подождите, я же могу... Можно удобрением... Я смотрю, ты хочешь поучиться, хотя ты больно. Можно удобрением каким-то образом это сделать? Смотри, это может быть больно. Да... А, черт возьми, нет, драка это все-таки не мое. Давайте, наверное, я буду пропускать все эти сцены, чтобы не позориться. Раз уж тут есть такая возможность... Нет, давайте мы все-таки за ним поедем. Мне же не нужно туда, обратно, на этот хайвей. Во, все, я его пропустила. Теперь я так понимаю, я могу поехать дальше. Нет, не могу. С управлением здесь, если честно, какая-то дичь. Но я вот зашла в настройки, там ни слова не было сказано о том, что байкам еще и вот так управлять придется. Серьезно. Там только про драку было сказано. Поэтому я мышкой двигаю вот прям совсем-совсем чуть-чуть. А он уже врезается куда-то. Догнать эту бабу и, я не знаю, поехать дальше. Давайте попробуем так. Может, куда-нибудь в конце концов и приедем. Ой-ой-ой-ой-ой, какой тут крутой поворот. А это что? Теперь... Может, этого хоть подвинуть? Ненавижу, Харьков. А-а-а, сплохни. Да это пипец какой-то. У них что, головы там каменные? Как у меня первый раз получилось? Я вот думаю, я после этого... А-а-а, мне кажется, я просто объехала сейчас кругами. Это типа... Ой, Мейнроуд должна же быть, главная дорога. Опять этот лысый хрен. Так, нет, я хочу это пропустить. Это уже, кстати, другой был лысый хрен. Нет, найду ли я кого-нибудь? Может быть, мне надо просто за ними... А-а-а, снова папаша Торг. А будет новый диалог или Старг? Эй, Бен! Так мы уже, по идее... Мы же уже, по идее, виделись. Ладно, не бери в голову, папаша. Давай жару, Харек. Куда мне надо? Я не могу понять. Нет, блин. Не нужно мне туда. Там выход. И там мост. Свернуть обратно? Мне так никакого бензина не хватит. Я же здесь уже проезжала. Может, мне надо просто обратно выехать? Так, ага, туда мы не возвращаемся. Всё. Надо так аккуратно ехать, чтобы ни в кого не врезаться. Так, нафиг надо. Ну, мы снова выехали сюда. Могу ли я здесь куда-нибудь свернуть? Наверное, надо сворачивать там, но тут такая скорость, что как я это сделаю? Он же даже остановиться не может. Или мне надо для того, чтобы всё получилось с кем-то прям подраться. Ой, подождите, а этого раньше не было. Это кто? А, это крыса. Так, так это надо ближе подбежать. Так, ну я не знаю, как отсюда выезжать. Я не знаю. Может, я всё-таки с кем-то подержу? Ненавижу. Ты подор. Нет, они... Это просто невозможно. Ну вот, я снова здесь. И мне по-прежнему нихера непонятно, что делать. Вернее, отчасти я, кажется, поняла. Видимо, я правильно гналась за всеми этими людьми на байках. Но прикол в том, что мне надо всё-таки с ними драться. По итогу драки отбирать у них оружие. И у самого-самого последнего, который там был, вот как раз-таки крыса, замотанная в эту туалетную бумагу, блин, непонятную, у неё были секретные очки, которые мне должны дать пропуск в пещеру. Ну, вот этих самых крыс, короче. Но вроде как мы ещё и здесь что-то должны сделать с этим фургоном. А что конкретно, я всё равно пока не врубаюсь и не въезжаю. У меня ведь есть в инвентаре что? Есть удобрение. И есть монтировка. Я не знаю, можем ли мы монтировкой что-то сделать с колёсами, например. Не зря ведь здесь есть акцент именно вот на колесе. Открутить его. И что в итоге? Да, это всё из-за них. Из-за колёс? Меня это начинает доставать. А теперь что? Прицеп придавил колёса. Теперь прицеп надо толкнуть или как? Чё делать-то надо? Так, то есть мы полностью его уронили, чтобы он перегородил дорогу. И что? И кому теперь он будет мешать? Чё-то тоже пока не ясно. А мы, получается, мы-то на байке здесь всё-таки проедем. Что за бардак? По этой гадости. Ну, ты сам этот бардак устроил. Смешной такой. Я бы назвал это препятствием на дороге. Ну, допустим. Хорошо. Препятствия на дороге, ладно. С этим мы разобрались. Но проблема в том, что я не могу драться. Я думала, я спокойно сейчас пропущу все эти драки. Может быть, я действительно могу их спокойно пропустить. Но драку с последним, кажется, пропустить не получится. То есть мне надо его каким-то образом победить, стибрить у него очки и потом перейти на следующий уровень. Иначе, ну, иначе ничего не получится. Поэтому мы садимся на байк и продолжаем чё-то делать. Давай, Бен. Поехали. Нам туда. Я надеюсь, сейчас игра не будет тормозить. Тихо-тихо-тихо. Вот куда тебя занесло? Я даже толком мышкой не двигала, а ты уже уехал. Едь прямо, пожалуйста. Так, сейчас сворачиваем. Сворачиваем сейчас. Хорошо. Так, теперь... Ой-ой-ой-ой. Ой, нет-нет-нет, зависла. Зависла-зависла-зависла-зависла. Тихо, не тормози. Так, нормально. Нормально. Едем пока. Едем. Так, вот у нас первый чувак. Я реально не вижу смысла с ним драться прямо-таки. Вернусь? Отлично. Хорошо. Урок окончен. Теперь экзамен. Блин, а я даже не могу с ним подраться. Пока он, собственно... Ну, видите, что делается? Я падаю. Ой, я просто падаю. Тут нужно быть очень осторожными, чтобы на поворотах никуда не врезаться. Нет, мне не нужно на хайвей. Мне нужно как раз-таки вот за этими ребятами ехать. Давайте я попробую все-таки попропускать все эти сцены. А когда доеду до последнего, уже попробую с ним подраться. Сделаем так. И это получается то же самое, что... Неужели мне с ними надо драться со всеми? Я не хочу. Ну что, но... Ай, мои глаза! А-а-а! Я помню вот, что я читала об этом прохождении. В прохождении, что вроде как действительно нужна какая-то комбинация, что если мы не хотим... Если мы хотим не просто пропустить драку, а при этом выиграть, то можно немножечко счетернуть. Ты бросил якорь или что? Поэтому давайте мы немножечко все-таки счетернемся. Ты бы взял себе один из этих ускорителей. Потому что, видите, ну не могу я, короче, по-другому никак. Не дерется у меня Бен. Ну-ка, сейчас мы доедем. Вот кто это у нас? Чувак, Чувиха? Чувак. То есть, да, теперь у меня есть... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Тихо! Ты наезжаешь с открытым забранным! Теперь у меня действительно есть все эти их, как сказать, приспособления. Я, правда, дико прошу прощения, но раз игра предусматривает такую возможность, то грех ей не воспользоваться. О, это Папаша Торг? Ну... Папаша Торг. Нам-то он, в принципе, уже не нужен. Давайте мы просто его пропустим дальше. Вот. Теперь главное... Вот, вот этот чувак, по-моему, как раз был последним. Нет? Если я ничего не путаю. Точно. И у него мы должны вот эти вот очки истыбзить. Вот они! Есть! Теперь! Теперь где-то мы должны... А, подожди, надеть очки правой кнопкой? Теперь мы где-то должны увидеть... Секретный вход. Так, я по-прежнему управляю? Или он сам едет? А, нет. Блин, я рано нажала. Я что-то подумала, что оно так запикало. И выехала я куда-то не туда. Ёлки-палки. Мне кажется, сейчас придется вернуться. Блин, я ж нажала! Бен! Ладно, немножечко еще проедемся. Давайте остановимся. Вот. И поедем обратно. Все, надеюсь, что сейчас у меня все получится. Как мне нравится вот эта атмосфера, когда он просто едет под рокерскую музыку. Я бы с удовольствием сама так поездила. Так, теперь на нашем пути. Я надеюсь, не встретятся все эти ребята. Вот. Значит, мы просто едем. Может быть, я слишком рано эти очки надела, конечно. Но, тем не менее. Тихо, пещера. Вот оно. Ааа, мы доехали. Да что тут у вас за технологии, ребят? Какое это время? Я таки не пойму. Прошлое, в смысле будущее, хотела сказать прошлое. Какое-то футуристическое будущее. Вот она, пещера. Так, здесь нечего осматривать? А вдруг есть чего? Да нет, вроде не особо. Я не спелеолог. И что? Ты не пойдешь, что ли, туда? Я не спелеолог. Так, а что у тебя вообще здесь есть? Давайте-ка посмотрим. Монтировка, удобрение. Это что? Что это такое? Цепь просто какая-то. Может быть, ее куда-нибудь причепить? Эту бензопилу я нашел в каньоне. Ну да, ты ее просто отобрал. И вот у нас очки. Может быть, нам опять следует их надеть? Нет. А что ты слез с байка? Может быть, надо было еще и на байке все-таки проехаться? Так, подожди. Делать-то что? Я должен сохранить это для кань... Эта дрянь. Эта цепь мне явно не помешает. Для каньона. А, в смысле для того каньона. Может быть, мне на байк надо это прицепить? Приберегу я эту цепь для друзей в Старом Каньоне. Хм. Ну, давай сядем. Он... Блин, а зачем ты тогда слез с него? Поехали. Надо было просто ехать дальше. Вот и все. Так. Дальше что делать? Дальше тоже просто едем? Нам тут просто зачем-то предлагают остановиться. Не знаю, полюбоваться видами. Ну, прикольно выглядит. Хотя в играх я видела пещеры и покрасивее. Мать моя! Это что за иллюминаты какие-то здесь? У них тут какое-то тайное общество или что? Все сверкает. Так, крепость. Давай осмотрим. Отрезвляет чего? Тебя? Тут какой-то как будто электрический ток или защитный опорь, или что здесь вообще? Так, это все крепость, да? Нету здесь отдельных зон, типа глаз или что-то еще. Вот это что за фигня? Трап. Собственность шоу высшего пилотажа реки Майрона. А, ну короче, та самая штука, которая нам нужна. Вот у нас даже сохранение сработало. И мы его теперь... А мы все получается? Мы его прицепили или как? Больше ничего здесь делать не можем? Хм. Или надо... Или надо... Может быть теперь его цепью примотать? Приберегу я тут... Нет. Бензопила... Приберегу бензопила... Нет. Удобрение? Я должен... Для каньона, говорит, должен сохранить. Интересно. Так, подожди, подожди. Инвентарь, закрой сеть. Уберись, блин. Здесь на что-то еще посмотреть можно? Нет, только крепость осталась. Ну что, получается, что сейчас мы садимся в тачку и просто уезжаем? То есть оно уже прицеплено? А нет. Нет, оно еще не прицеплено. Тогда сейчас вернемся назад. Бен, развернись, пожалуйста. Лучше свалить отсюда. В смысле? В смысле свалить? А эту штуку как? Я не спелеолог. Да ты издеваешься. Что, получается, теперь мне надо выехать отсюда и заехать снова, что ли? Для того, чтобы его взять. Ну, блинский блин. Пожалуйста. Лучше свалить отсюда. Зараза. Походу, да. Он тут никак не развернется. Может быть, сейчас... А, здесь можно. Фух. Создатели игры об этом побеспокоились хотя бы. Я представляю, как бы жопы горели у игроков, если бы им заново приходилось заезжать в пещеру. А, и трап опять на том месте теперь стоит. Что-то я, видимо, все-таки сделала не так. Ладно. Ну, уж тут-то я разберусь. Уж поди-ка сама. Или нам его надо выкатить, в принципе, отсюда. Вручную. А, нет. Видите, что я не сделала. А вот теперь, получается, мы отсюда можем уезжать. Да, просто я несколько неторопливо была. Приношу свои извинения. Но нас, наверное, сейчас же кто-то догонит и попытается отнять у нас эту штуку. Мы же не сможем просто так в легкую отсюда выехать. Это вряд ли. Ну, естественно. За нами уже погоня. Так, Бен, я надеюсь, здесь ты справишься без меня. Пожалуйста. А, подожди. Мы спрятались? Лол. Надо было Бену самому, так сказать, прикинуться. Он только выразил свой гнев, который мы должны уважить. А, злой дух Рики Майрена, мы чтим твой гнев. А что злой дух-то сразу? Может добрый? Теперь мы должны вернуть этот травм. Нет! Серьезно? Я только что лоханулась, да? Короче. Нет, подожди, 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 подожди. Нам надо вернуться за этой штукой. И, наверное, надо было все-таки что-то оставить. Каким-то образом их задержать. Что же мне надо сделать тогда здесь еще? Удобрение? Наверное. Мы же не зря его с собой взяли. Положить на это место удобрение, чтобы оно задержало всех. Да хотя у меня этого удобрения, тьфу. Ну, давай попробуем еще раз. Здесь уже не должно быть все так сложно. Может, мне надо было очки надеть? Или еще что-то? Так. Давай посмотрим. Прям... Мы можем как-то залепить, не знаю, глаза вот этим всем удобрением? Я должен сохранить это для каньона. Да твою мать, ну ты отсюда выехать не можешь. Какой каньон? Приберег. Может быть, я... Я не знаю. Когда мы выезжали, мне надо было что-то еще нажать, а я не успела. Может такое быть? Я хз. Я должен... Должен, говорит, сохранить это для каньона. Может, бензопилу положить сюда. Типа, нам-то она зачем? Приберегу бензин для каньона. Так это не бензин же. Это бензопила. Подожди, очки. Ты наденешь очки? Вряд ли от них будет польза. Да почему? Выехать отсюда, чтобы. Вряд ли. Блин. Тогда я что-то не въезжаю, что мне надо сделать. Не сюда, смотрите, я никак... Блин, у меня же есть кнопочка shift, где я могу активные зоны подсветить. И у меня активная зона, это только байк. И вот эта вот штука. Все, больше ничего. Может, он сам ничего не скажет? Выглядит в порядке. Выглядит в порядке. Пинать ты ее не будешь, я надеюсь? Нет. Понятное дело. Зачем вообще дают такую возможность? Неясно. Слушай, ну раз здесь больше... Монтировку же здесь уже не используешь. Не используешь же. И здесь тоже. Это бесполезно. Но если это бесполезно, тогда садись, блядь, и езжай. Что ты тупишь? Так, подожди. Это все... Вот это все крепость. Да, может быть, я где-то что-то пропустила. Давайте я еще посмотрю. А то потом опять окажется, что я была невнимательная. Может быть, как раз во время вот этого диалога мне надо было что-то сделать, что-то крикнуть или я не знаю. Мы здесь не прогуливаемся. Ой, какой ты прям... Как ему лень ходить пешком? Это просто жесть. Блядь, ну поехали тогда. Блядь, он как-то, видите, он как-то стучит, эта штука. А если нам... А-а-а-а! Гениально! Но... Подожди. Мы... Есс! Вот что надо было сделать. Просто немножечко... Немножечко им подгадить. И все-таки очки он надел. Надел ведь очки. Я справлюсь с этими ребятами. С какими ребятами? Тебе самая главная задача сейчас это пропасть перемахнуть. И, я так понимаю, больше никаких примочек тебе вот для этой штуки не надо. Или надо все-таки? Он же сохранил это все. И удобрения, и цепи, бензопилу. Нужно оно нам. Какие здесь вообще у нас активные зоны? Вот, получается, вывеска. Это байк, сам каньон, мост. Что нам надо сделать? Давай-ка мы уточним. А то... Прежде чем бросаться во все тяжкие, надо все-таки понимать, что мы должны делать. Собственность автошоу Рики Майрона. Так, ну... Удобрения сюда. Нет, не нужно. Цепь. Все, понятно. То есть, он хочет конкретно с этими предметами, чтобы они ему помогли, когда он, видимо, уже кого-то встретит, тех, кто за ним погонится или что? Ну, мы же там, по идее, опрокинули грузовик. То есть, нас сейчас никто не должен догнать. Тогда просто пошли, сядем на мочек, да и поедем. Ух, я думаю, у Бена получится. Так он очень-очень медленно теперь идет. Куда подевался твой бег? Когда ты бегал от ребят с этой башни топливной. Тогда ты был шустрым. А сейчас что-то не очень. Так, ну шо, погнали. Только как это должно? На руку надо нажать, да, чтобы это сработало? Или нет? Наверное, не на трап мы уже должны нажать, а именно вот сюда. Эй, Рики, я припер твой трамплин назад. Теперь я должен справиться, как ты в свое время, с ускорителем и подъемом. Ну? Ну, так ты поедешь и... Эй, Рики, теперь я должен справиться, как ты в свое время, с ускорителем и подъемом. Или надо все-таки на трап нажать? Почему нет? Нет, в смысле? Блин, я не понимаю. Здесь он смотрится неплохо. Я не понимаю. А что мне? Так я думала, что мне куда прикрепить-то? На мотоцикл эти штуки все-таки? Или куда? Блин, я что-то не понимаю. Туда он ехать почему-то не хочет. Да понятно, я тебя поняла уже прекрасно. Больше же тут ничего не сделаешь. Так, блин, садись и езжай. Или мне что, обратно нужно ехать, что ли? А, наверное, надо просто развернуться и снова выехать на этот хайвей. Наверное, так вот это все должно работать. Давай. Ну, попробуем так. Блин, я надеюсь, мы сейчас никого не встретим. Не хочу ни с кем сталкиваться, ребята. Давайте просто пропустим. Мы же с ними уже дрались. Тихо. А то мы чуть не вписались сейчас в поворот. Так. Сворачиваем на хайвей. И... Подожди, почему стоп? А, нет, все правильно, все правильно. Все, поехали. Сейчас должно получиться. Ну, мы же прямо едем, да? Не надо же нам никуда сворачивать. Или надо? Блин, неужели надо было? Нет. Да в смысле? Ты что, гонишь, что ли? Туда надо. Эй, Рики. Теперь я должен справиться, как ты в свое время. С ускорителем и подъемником. Как ты меня достал. Короче, я так поняла, что какие-то ребята мне не встретились просто-напросто. И поэтому каких-то деталей у меня до сих пор нет. Поэтому я уехать и не могу. Трэш какой-то. Что случилось? Пеленки притекли. Вот такой ускоритель мне и нужен. Отлично. Действительно, мы не со всеми просто подрались, ребята. Вот и все. Так, ну еще вроде как нужен какой-то подъемник или я путаю? Нет, давайте попробуем проехать теперь. Может сейчас получится. Вот так вот. 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 вот так вот так вот. Подожди, мы что, не в ту сторону куда-то поехали? А-а-а-а, вот блин, так это мы вернулись на норковое ранчо. Мать! А теперь за нами погоня. Смотри-ка, выдирает. Вот же ж, блин. Что? Так, ну мы свернули. А эти, судя по всему, где-то застряли. Так, найти бы теперь дорогу. Ой, я так боюсь здесь заблудиться. Так. Ну все-все-все, ребят, я не хочу ни с кем драться. Я думаю, что мне это уже и не нужно. Блин, наверное, надо было там свернуть. На хайвэй. Вот, давай свернем сюда. Да, слава богу, теперь мы правильно поехали. Все, теперь никуда не сворачиваем. Только вперед. Да-а-а-а! Почему ты опять заехал сюда? Скажи мне, пожалуйста. А, наверное, потому что... У меня есть... У меня есть... У меня есть все, кроме этого подъемника. В смысле? Ты что, издеваешься? Подожди. Что надо сделать? Может, надо еще что-то сделать с этим? Вот есть доска у нас еще. Может, ее надо еще сюда? Приберегуй это для каньона. Так. А что делать-то с этим всем? Ускоритель есть. Вот он под... Это, подожди, это... Нет, вот это и есть ускоритель, да? Нет, ускоритель это то, что мы сейчас забрали. Подъемник это то, что вот тут. Ну и все. Езжай тогда. В чем проблема-то, блин? У меня есть все. У меня есть все, кроме... Ты издеваешься, что ли, придурок? Эту штуковину лучше использовать в старом каньоне. Я ничего не понимаю. Я ничего не понимаю. Я устала.